Сегодня в мире почти полмиллиона контактёров. Эти люди утверждают, что общаются с инопланетянами. Иной разум выбирает себе посредников, чтобы с их помощью обращаться к человечеству. Контактёр Юрий Марчук получает из космоса сигналы о грядущих на планете войнах и стихийных бедствиях. Уровень его осведомлённости таков, что к нему прислушиваются дипломаты, а инопланетные прогнозы транслируют украинские национальные телеканалы. Я вижу в этом смысл. И они видят в этом смысл. То есть любой катаклизм, о нём даётся информация с упреждением, чтобы можно было его избежать. Архитектор Юрий Марчук не искал судьбы пророка. Оставив случайно включённый на запись диктофон ноутбука, он обнаружил бегущую по экрану ленту со странными знаками. Это оказались зашифрованные священные символы и буквы всех земных алфавитов. Юрию Марчуку удалось расшифровать ленту. Совместив данные с календарём, он получил довольно точные прогнозы. Они видели смысл передачи информации в том, чтобы подтвердить факт своего существования. Раз предупредить, что они стали управлять стихийами планеты Земля. И если на планете будут происходить энергоинформационные выбросы от людей, которые дестабилизируют энергетическую ситуацию по планете, то они будут вмешиваться и они будут показывать, что путь избранный для решения какой-то конкретной ситуации, путь неправильный. В апреле 1999-го, за три недели до начала операции США против Югославии, лента в компьютере Марчука принесла предупреждение. Если американцы действительно начнут войну, 3 мая над штатом Оклахома пронесётся разрушительный торнадо. Если вмешается ещё и Германия, её жители расплатятся тысячами жертв наводнения. С упреждением на 3-4 недели назывались даты катаклизма. 3 мая штата Оклахома. 1 июня это наводнение в Западной Европе. 4 июня это штат Оклахома, аэродром, посадка самолёта. 19 июня это цунами по Карибскому морю. Тогда контактёр сумел передать сообщение Югославскому посольству. Они опубликовали прогноз у себя в стране. Но воспрепятствовать событию не смогли. День в день на Америку обрушился торнадо. А потоки воды выплеснулись из Эльбы, Рейна и других европейских рек. Уже поднималось цунами над Атлантическим побережьем США. И улеглось. Потому что стрельба прекратилась. А как правило приходилось встречаться с первыми лицами или со вторыми лицами какого-нибудь государства. Что назревает катаклизм по стране, но который связан с тем-то, тем-то и тем-то. То есть руководство страны делает неправильные какие-то действия или телодвижения. И у них всегда есть 34 месяца. Или принять эту информацию к сведению. Или отмахнуться от неё. 28 июля 2002 года на брифинге в Министерстве иностранных дел Индии Юрий Марчук заявил. Предстоящие боевые действия на границе с Пакистаном недопустимы. В Гималаях находятся базы внеземных цивилизаций и особые кристаллические структуры, целостность которых важна для планеты. И будет знамение, которое это подтвердит. 16 и 22 августа эскадрильи НЛО полчаса висели надо всеми ядерными комплексами и аэродромами, о чём сообщили все центральные газеты обеих стран. Но власти не прислушались. 25 или 24 декабря они провели два подземных ядерных взрыва. И 2-3 января они получили около 2 миллионов жертв, погибших во время землетрясения. У Юрия Марчука есть подробнейший прогноз по всем континентам на много лет вперёд. Страшное землетрясение в Японии там якобы предсказывалось тоже. По расчётам Марчука на этот период попал всплеск геомагнитной энергетики, помноженной на желание японцев захватить часть российских островов. Я сейчас смотрю Россию на 100 лет, например, вперёд, то я осознаю в том, что эта территория будет жива через 100 лет, и кто-то там будет жить. Все глобальные прогнозы Юрия Марчука на сегодняшний день подтвердились. Из послания внеземных цивилизаций следует, что Россию ожидают опасные периоды с июня 2012 по октябрь 2015 года. Это будет время социальной напряжённости и стихийных бедствий. Потом с 2021 по 2024 год. Далее опасные витки будут повторяться примерно через каждые 11 лет. Конца света не будет. Это раз. Человечество очень многолико. Это два. В-третьих, с ситуацией, даже с тем же астероидом, допустим, 28-36 года, при его касании, падении, близком пролёте и так далее, это не значит финал жизни на планете Земля, даже для человечества. Поэтому те, кто хочет рисовать самые страшные картинки, то он ошибается. Документальный проект «Реальность». Египетские пирамиды. Кто-то когда-то это сложил совершенно не напрягаем. Статуи на острове Пасхе. Никакие живые существа с вытянутыми головами. Главные загадки древних цивилизаций. Тайный мир. Экстрасенс Светлана Мамайсур обладает вещественными доказательствами своих встреч с инопланетянами. Она с детства находится в телепатическом контакте с высшими цивилизациями. И не исключает, что, возможно, и сама не совсем человек. Ее родители не могли иметь детей. И рождение дочери стало чудом. Ну вот наши ученые, с которыми я общалась в Киевске, они предположили, что я подкидыш. Возможно. Светлану периодически забирают на НЛО и уносят в дальний космос. Обычно это происходит ночью через окно или балкон. Над кварталом зависает летающая тарелка. С неба ударяет яркий белый луч, и женщина по нему попадает внутрь корабля. Так начинается путешествие по Вселенной. Четко помню, что вот несколько дней прошло, а на Земле проходит 15 минут. Они это называют какой-то хрональный двигатель, который пускает луч и создает туннельный такой вот проход. И они по этому лучу движутся. Причем это происходит, этот прыжок, очень практически молниенозным. По словам Светланы Мамайсур, в космосе обитает множество высокоразвитых цивилизаций. Их планеты разные, но близки к Земле по составу воздуха и силе притяжения. Добрые и духовные существа объединены в некую коалицию. Злобные и агрессивные сами по себе. Коалиция, сюда входят продвинутые цивилизации. И вот у них есть отряд наблюдения за развитием разумных сил планеты Земля. Они наблюдают за нами. Но не все встречи с иным разумом несли добро. Однажды Светлану похитили адресивные существа, которых исследователи называют серыми. Это гуманоиды из созвездия Орион или Дзета-ретикула, ростом в полтора метра, с миндалевидными черными глазами и серо-зеленой кожей. Считается, серые в 1953 году заключили договор с правительством США о размещении своих баз на Земле и возможности похищать людей для опытов в обмен на предоставление технологий. Понимаете, серые ссылаются на то, что они здесь находятся на полном основании, что они договорились. Они меня несколько раз забирали к себе на базу, база на Аляске находится. Если бы американцы хотели, они бы это давно прикрыли, эту лавочку. Бездушные существа проводят опыты на людях. Они забирают кровь, костный мозг и материал для размножения у женщин и мужчин. Серые якобы исчерпали свой генофонд и создают гибридов людей и инопланетян. Вот я у них спрашивала, не могут ли они это обезболивать. А они сказали, что в состоянии стресса выделяются какие-то эндорфины, которые им нужны. Поэтому они это делают сознательно. Причем это очень болезненно, я на себе это испытала. Чрезвычайно болезненно. Причем они какие-то странные, так и они считают, что если они стирают вот этот эпизод из памяти, то якобы ущерб организму не наносится. После похищения серыми Светлана Мамайсур чувствовала себя очень плохо. Ее мучила сильная слабость, ломота и абсолютное отсутствие воли. Вскоре она поняла причину. Светлана была в ванной, когда у нее из носа пошла кровь. Следом в умывальник вывалились два крошечных металлических чипа. Эти импланты поставили инопланетяне, чтобы ее контролировать. Контактер отдала их ученым для исследования. Кстати, пока стояли чипы, я не могла связаться со своими. Я даже не могла попросить помощи. Только когда вышли первые два, мне стало легче, и я смогла попросить помощи. И тогда в течение двух недель еще четыре вышли. И все, на этом все закончилось. Артем Билык – государственный уфолог. Он возглавляет организацию по изучению аномальных явлений. В нее входят ученые из лучших университетов Украины. Сейчас он получил экспертное заключение по имплантам Светланы Мамайсор. Металлические предметы размером 1,5 на 2 и на 4 миллиметра исследовались в Институте электросварки имени Патона. Анализ показал, что эти детали являются сделанными из высокоуглеродистой стали. То есть массовое отношение углерода составляет 1,77%. Это почти что чугун. Другие химические элементы – незначительные примеси марганца до 1%. И, в принципе, кислород, но он присутствует, поскольку образец частично окислен. Очевидных признаков, что чипы имеют внеземное происхождение, нет. Однако вся Вселенная состоит из одних и тех же химических элементов. Часто при хирургическом излечении предметов, так называемых имплантантов, они окутаны каким-то коконом из биологической ткани, либо еще имеют соединение к нервным окончаниям в том органе, в котором они выявлены. Обычно это конечности человека – руки, ноги, кисти. С начала 20 века спецслужбы мировых держав охотятся за внеземными технологиями. Они исследуют места крушений аналов в надежде найти обломки и изучают аномальные зоны, где летающие тарелки появляются наиболее часто. В июле 1984 года в небе над тундрой Кольского полуострова возникло яркое сияние. Некий объект стремительно падал в районе реки Паной. Светящийся шар был довольно крупным. Его воочию наблюдали на военном аэродроме «Североморск» в три военных частях ПВО и даже с моря. Проходящего мимо корабля в районе Кольского полуострова, залива, который на Мурманск выходит, там на «Североморск», видели гражданские моряки, судно торговое наше было, советского флота гражданского. Как этот объект падал туда, в эту тундру? Объект рухнул с большой высоты и вонзился в землю. Удар был такой силы, что ближайшая сейсмостанция зафиксировала небольшое землетрясение. Об этом событии писали местные газеты. Явно эпицентр землетрясения находился близко к поверхности. То есть сейсмологи даже определились, что причина – удар о поверхность какого-то тела, объекта. Спустя несколько дней один из офицеров поехал в тундру на своем вездеходе. Военный наткнулся на огромную траншею от торможения какого-то объекта. Везде были разбросаны бесформенные металлические обломки серо-желтого цвета. Сначала у офицера возникла мысль, что это детали с космодрома Плесецка. Ну, значит, обломки какие-то непонятные. Ну, нету на них надписи, сделанные в СССР там, или наш алфавит, там, если бы там было, он бы понял сразу все, да, какие-то технические детали, маркировки. Ну, что-то вот такое очень странное, причем желтоватый такой оттенок. И общая масса, ну, явно там не одна тонна этого аппарата, где-то тонны три как минимум у него вес. Офицер погрузил часть обломков в машину и отвез в Академию наук. Потом они попали в Институт космических исследований, где ученые решили, что имеют дело с настоящим инопланетным кораблем. Результаты уникальные, результаты засекречены, отчеты засекречены, но есть люди, которые держали в руках, которые видели, которые знают. Значит, структура этого обломка представляет собой подобие живой клетки, или ДНК, из эбоксеридонуклеиновой кислоты. То есть там цепочки, цепи, он живой, то есть это живой металл. Можете себе представить такую технологию? У нас нет на Земле такой технологии. Через три года один из ученых Института космических исследований показал обломки НЛО узкому кругу друзей. Николай Левашов был в числе тех немногих, кому посчастливилось взглянуть на ценный артефакт. Тогда у тебя первый раз столкнулся, ну, такой вот воочию, скажем так, с тем, что остался обязательно аппарат. Конечно, я сразу это не понял, потому что, ну, лежит какой-то кусок какого-то странного материала. Вот, кажется, угол дисков, такой доски, такой вот сектор. Навес очень тяжелый, то есть это серебристо-золотистый, то есть это где-то по цвету. Очень, такая структура, очень крупная, крупная серенистая структура. Дальнейшие события повергли Николая Левашова в шок. Обломок корабля телепатически заговорил с ним. Мужчина сидел и просто смотрел на кусок металла. Остальные пять человек за столом продолжали беседу. Но кое-кто увидел слабый луч, идущий от артефакта к колбу Николая. Для меня было в то время сложно понять сразу, ну, это несколько всего потребовалось, так сказать, сообразить, что какой-то кусок металла может общаться телепатически. Ну, в первый раз согласился, ну, что поделаешь, ну, не сталкивался на этом. И этот обломок начал передавать мне информацию, что он, как говорится, обломок имел ту же программу, что весь корабль. Это биометалл, то есть квази-живой организм, и даже кусочек небольшой имеет информацию, которую имел весь корабль. Пилоты не справились с управлением при переходе из одного измерения в другое. Все умерли мгновенно. И корабль, как член экипажа, должен поведать о них, о своей родной планете и о постигшей их катастрофе тем, кто его найдет. Он больше не может восстановиться, но кое-какие функции сохранил. Поэтому многим людям, которые держали обломки или находились рядом, становилось плохо. Артефакт засекретили, и где он сейчас, неизвестно. Когда к космическому кораблю приближается какое-то живое существо, идет его сканирование кораблем, и корабль выдает информацию для себя. Можно это что-то допускать к себе ближе, впускать внутрь или нет? Кольский полуостров давно считается аномальной зоной. Там часто видят НЛО. В отдельных районах сохранилось множество капищ древних народов, которые поклонялись странным богам. Недалеко находится удивительный водоем Сейдозера. 30 лет назад рядом с ним на горном перевале произошла ужасная трагедия. Погибли четверо туристов. Опытные спортивные ребята. Признаков насилия на телах не было. У всех на лице застыла гримаса ужаса. Исследователи сравнивают это с тем, что произошло в середине 20 века на Северном Урале. Сценарий гибели людей повторился точь-в-точь. В феврале 59-го года над горами Северного Урала участились появления огненных шаров. Местные жители были в панике. Они уверены, боги разгневались. Священная гора Атортен поглотила группу альпинистов за то, что они нарушили табу и включили ее в свой маршрут. Там находилось некое священное место, которое охраняли боги. И там были убиты 9 местных шаманов Манси. Есть небольшие разночтения в разных вариациях этой легенды. Есть упоминание о том, что якобы боги прилетали на шарах. Или по другой вариации боги с помощью светящихся огненных шаров защищали эту гору. Название мрачной и труднодоступной горы Атортен на языке Манси означает «не ходи туда». Сразу за ней еще более гиблое место – гора 9 мертвецов. В этих местах и находит смерть группа из 9 студентов Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова. Пропавших ищут спасатели. Задействована гражданская и военная авиация и сотни добровольцев. Наконец, на склоне горы обнаружили палатку. Ее стены разодраны, сама она пуста. Личные вещи разбросаны в беспорядке. В любом случае абсолютно нормальные, то есть 9 человек, сидя в палатке, нарезая, как говорится, все бутерброды к чаю, вдруг, в чем мать родила, можно выразиться так, по морозу, то есть бросились куда-то. Это специально обученные туристы, которые шли по самому сложному маршруту. Цепочки следов от палатки идут странными зигзагами, словно люди хотели разбежаться, но неведомая сила снова собрала их вместе. Спустя некоторое время всех находят лежащими на снегу мертвыми. Но безо всяких признаков насилия или борьбы. Официальная причина смерти – обморожение. Происхождение некоторых их травм до сих пор объяснить очень сложно. И в частности это касается переломов ребер у нескольких людей, причем переломов, сделанных, переломов, которые произошли достаточно странно. Были поломаны ребра через одно. Власти засекречивают трагедию. Из Кремля поступает телефонограмма, неразрешающая вывозить тела погибших до приезда в специальной комиссии из Москвы. Каждого участника поисков заставляют подписать документ о неразглашении государственной тайны. А над местом катастрофы по нескольку раз за ночь появляются огненные шары. Летчики, выполняющие полеты в этом районе, уже открыто говорят о том, что за ними следят НЛО с тех самых пор, как пропали туристы. Его избежать. Архитектор Юрий Марчук не искал судьбы пророка. Оставив случайно включенный на запись диктофон ноутбука, он обнаружил бегущую по экрану ленту со странными знаками. Это оказались зашифрованные священные символы и буквы всех земных алфавитов. Юрию Марчуку удалось расшифровать ленту. Совместив данные с календарем, сегодня в мире почти полмиллиона контактеров. Эти люди утверждают, что общаются с инопланетянами. Иной разум выбирает себе посредников, чтобы с их помощью обращаться к человечеству. Контактер Юрий Марчук получает из космоса сигналы о грядущих на планете войнах. Если вы найдете энергетическую ситуацию по планете, то они будут вмешиваться, и они будут показывать, что путь, избранный для решения какой-то конкретной ситуации, путь неправильный. В апреле 1999-го, за три недели до начала операции США против Югославии, лента в компьютере Марчука принесла предупреждение. Если американцы действительно начнут войну, он получил довольно точные прогнозы. Они видели смысл передачи информации в том, чтобы подтвердить факт своего существования, предупредить, что они стали управлять стихийной планетой Земля. И если на планете будут происходить энергоинформационные выбросы от людей, которые дестабилизируют... И стихийных бедствиях. Уровень его осведомленности таков, что к нему прислушиваются дипломаты, а инопланетные прогнозы транслируют украинские национальные телеканалы. Я вижу в этом смысл. И они видят в этом смысл. То есть, любой катаклизм, о нем дается информация с упреждением, чтобы можно было...